По доброй русской традиции, гостей при входе в комплекс «Моя Россия» встречают хлебом, солью и медовухой. Этнопарк построили в устье реки Мзымте. В архитектуре здесь представлена культура почти всех народов страны. Архитектура этого здания возвращает нас в начало 17 века, во времена правления Петра I. Этнодеревня – это комплекс ресторанов и гостиниц. После посещения нескольких один из представителей турфирм даже воскликнул «Это то, что нужно!» Из разговора стало понятно, такой комплекс будет популярным среди обеспеченных туристов из Китая. Эксклюзив – это то, за что путешественники из Поднебесной готовы платить. Культура другой страны, другого народа – это всегда интересно, и познакомиться с этим представляет определенный интерес. А здесь даже получается, что ты не просто на это смотришь, а живешь и питаешься в той атмосфере. Это интересно. Единственное, не хватает, мне кажется, одной изюминки национальных творческих коллективов. По желанию китайских туроператоров в комплексе взяли на заметку. А вот рядом с современными отелями на набережной реки Мзымты уже играет этномузыка. Это дает еще больше позитивных эмоций, говорит Дэ Цзян Лю. Представитель туристической фирмы считает, что горный кластер Сочи – уникальное место, где можно создать этнопарк народов всего мира. Такого точно ни в одной стране нет, уверен бизнесмен. Горы, море, прошедшая Олимпиада – все это, конечно, делает Сочи привлекательным для туризма. У нас в Китае нет чего-то подобного. Поэтому совсем не хочется отсюда уезжать и даже хочется сюда приехать не как сейчас по работе, а с семьей просто отдохнуть. После того, как гостей подняли на плата Роза, сотни фото с мобильных телефонов тут же отправились в социальные сети Поднебесной. Как признались в дружеской беседе туроператоры, сегодня Сочи серьезный конкурент для многих европейских курортов. За сравнительно небольшие деньги, около 30 тысяч рублей с перелетом, столько будет стоить для жителей Китая недельный тур, здесь можно получить качественный туристический продукт. В Европе это сейчас стоит намного дороже, почитали бизнесмены. Мы прежде всего не рассчитывали на то, что вот сейчас получилось дешевле, и поэтому все гости должны поехать к нам, только в погоне за дешевизной. Мы рассчитывали на предоставление качественных услуг и разнообразных услуг, чтобы гости почувствовали, что приезжая в Россию, приезжая в Сочи, они будут получать действительно то качество, ради которого не обязательно ехать в Европу. На этой неделе китайские туроператоры уже у себя на родине будут обрабатывать всю полученную информацию о Сочи и создавать турпродукт, то есть комплекс предложений для жителей Поднебесной, которые планируют уже этим летом посетить российский курорт. Есть прогнозы, летом в столицу 22-х зимних Олимпийских игр должны приехать около 2 миллионов китайцев.